Я бы хотел, как и сам Санкт-Петербург, обратиться в ВОЗу с наркотиками. Как все уже об этом объявили, что у нас в Пушкино, как в Московской области, очень сложное положение с наркотиками. Ну, я бы сказал, что это положение еще сложнее, потому что я как бывший сотрудник отдела подробности положения с наркотиками, я вижу это немножко лучше и знаю, как это работает. Так, я хотел бы задать вопрос, почему ФСКИ не выходит с предложениями законодательной инициативы о запрещении вообще всех курительных смесей, как это сделано, например, в Сурисове Беларуси? И на птических напитков и всего остального. Если вы, как рассказывали сотрудники полиции, что они задерживают курительные смеси, там не тот рецепт, не то вещество, и они уже ничего сделают не могут. Почему нельзя это применить? Это все странно. Боль для кольких смеси. Никакой нет совсем, это все прекрасно понимают. И тем более, что насколько мне известно, у нас в Пушкинской районе очень мидер по количеству предназированных наркотиков. Особенно слайд. Добрый вечер. Спасибо за вопрос. И я все-таки вот коллегу, который сдавал второй раз, наверное, скажу о правовой грамотности. На самом деле, вы очень сильно заблуждаетесь, и наша служба уже полтора года назад вышла с законодательной инициативой о наделении директора Федеральной службы полномочиями по запрету реализации, в том числе и дизайнерских наркотиков, спайсов, кулигинных смесей, как угодно их можно называть. Это все одно. В настоящее время эти законопроекты находятся на рассмотрении и в Думе, и в правительстве. Там два законопроекта, именно те, о которых вы сказали правильно. Это первое, о запрещении. И второй закон о внесении в списки подконтрольных веществ, наркотических, сильнодействующих и психотропных. Именно этих GVH, о которых вы сейчас говорите. Это что касается законодательной инициативы. Вторая часть вопроса. Пушкинский район, на самом деле, он вызывает тревогу не только у нас и у МВД, но и в целом и в правительстве области, и у населения, как это я сейчас отмечаю. И я еще больше убеждаю, что те кадры решений, которые были приняты руководством глав, как и МВД, они были приняты и нами здесь. И поверьте, это никак не связано с вашей ситуацией. Нами они были приняты еще в начале года. Назначены новые руководители здесь службы. В целом, это служба, вторая служба. Я от всех это довожу. Дислоцируется в городе Щелково. И назначена, вернее, отстранена должность руководителя здесь Пушкина. Не все, но отстранены. В том числе связаны с неблагоприятной ситуацией по наркоситуации, которая сложилась здесь у вас и в районе, и в городе. Что касается количества наркозависимых, уже отмечалось моим коллегой. Дело в том, что ситуация не только, к сожалению, в Пушкинском районе, и в городе Пушкина по наркозависимым плохая, скажем так, да, и критическая, а в целом-то и в России мы отмечаем рост количества наркозависимых, отмечаем рост от передозировок смертей, от передозировок как наркотиками, как отравления наркотиками, так и другие случаи. Вот, собственно говоря, что касается законодательной инициативы и роста количества лиц, умерших от передозировки наркотиков. И я хотел бы все-таки вот обратиться, что я сегодня услышал несколько вопросов, и они пограничны, пограничны, но мы готовы также принимать эти вопросы к себе. Я готов сегодня принимать эти вопросы о местах реализации наркотических средств, не обязательно наркотиков, и спайсов в том числе. И поэтому я готов встретиться сегодня, чтобы не загружать сегодняшнее совещание, и, пожалуйста, я отвечу на ваши вопросы более предметно. Что касается опасностей, вот здесь я хотел бы сказать всем. Поверьте, нет безопасных и условно опасных курительных смесей. По своему психофизическому воздействию на организм, они оказывают точно такое же влияние, как и героинь. И когда говорят, что это все безопасно, это все условно, поверьте, они смертельно заблуждаются, вызывают привыкание даже больше, чем от героиня. Поэтому это вот что касается, скажем так, доступности этих курительных смесей. Поэтому наверняка есть блок вопросов, касающихся наркотиков, курительных смесей. Пожалуйста, я готов на эти вопросы ответить. Спасибо. Добрый вечер.